Валерий Иванович, с долгожданной победой у Вас и комментарии сегодняшней встречи. Спасибо за поздравление. Я хочу в свою очередь поздравить футболистов, болельщиков, руководителей, как правильно Вы говорите, с такой долгожданной победой над очень непростым и очень хорошей командой. И такая победа, она вдвойне приятна, когда тебе на поле противостоит такая серьезная команда, которая укомплектована хорошими футболистами, играет в очень хороший футбол. Поэтому еще раз всех с победой. Что же касается игровых действий, знаете, мне не хотелось бы комментировать сейчас, потому что было очень много борьбы. Но это, в общем-то, и неудивительно. Игра держала всех в таком напряжении. Поэтому и нам очки нужны были очень сильно, сопернику очки нужны были очень сильно. Поэтому и она такая получилась, может быть, не зрелищной, но очень боевой, очень контактной. И, наверное, в такой игре невозможно создавать много моментов и забивать много голов. К США, к большому счастью, нам удалось забить с аута, со стандарта. Мы этот стандарт наигрывали именно перед этой игрой. И хорошо, что нам удалось забить гол. Потом мы, в общем-то, достаточно грамотно, самоотверженно оборонялись. И практически ничего не дали создать сопернику. Но они владели территорией, владели больше мячом. Но, еще раз повторяю, мы качественно оборонялись. И хорошо, что за долгое время сыграли на ноль. Поэтому мы этой победе очень рады. Будем двигаться вперед. Дальше готовиться к следующему сопернику. Это вот такой комментарий. Валерий Иванович, замены молодцового Кратаева были из-за повреждений? Мы, в принципе, планировали эту замену. Думали, что несколько попозже это произойдет. Но Кратаев получил небольшое повреждение. Поэтому он уже не смог продолжать. Поэтому Артем вышел. Ну да, он несколько так... У него закружилась голова, и он не мог дальше продолжать игру. Ну, насколько мог, он старался, там, сражался. И... То есть, тоже замена такая вынужденная. А ситуация с Максимом Дурчиком? Он просто заболел непосредственно перед игрой. За два дня до игры у него поднялась температура. Поэтому его даже в заявке не было сегодня. Не показалось вам, что сегодня в нашей команде пришлось соотражаться не против 11 человек, а против 12? Да, кого вы имеете в виду? Я... Если вы заметили на протяжении всего времени, я стараюсь не комментировать судейством. Поэтому... Да нет, я бы так не сказал. Я бы так не сказал наоборот. У нас сегодня зритель был, хотя их там было недостаточное количество, как мы привыкли и как мы хотим там, да. Но тем не менее, им большое спасибо за поддержку. Они нас горячо поддерживали, мы ощущали это там, да. И большое им спасибо. Будем стараться и дальше продолжать. Также радовать их результатом и игрой. Еще вопрос. Владимир Амча, я аплодирую Романянку, но никакой позиции больше видеть. Сегодня он играл правого защитника, даже после того, как вышел Молонцов, обычно как-то... Знаете, всегда хорошо и полезно для команды, надо иметь в составе таких футболистов универсальных, которые могут закрыть несколько позиций. Тем более, учитывая там некоторый наш кадровый дефицит. Поэтому Романенко, он может сыграть и в нападении, и с фланга, и, как мы видим, успешно может играть защитника. Поэтому дай бог ему здоровья. И будем исходить из следующего соперника. И посмотрим, на какой он позиции будет играть в следующей игре. Камиль Немин, очень мало игровой практики имеет. Это связано с чем? Мы посчитали, что на данный момент такая группа атаки должна быть. Но, опять же, это не говорит о том, что у него не будет шансов никогда. Такого быть не может. И обязательно он должен готовиться к каждой игре, готовиться к каждому рабочему дню, к каждой тренировке. И искать свой шанс, ждать его. И самое главное, использовать. А шанс будет всегда, поверьте. Те футболисты, кто его ждут, работают и хотят использовать, те, как правило, и получают, и используют эти шансы. Поэтому пользуюсь случаем могу сказать про Камиля, что работай, тренируйся и жди своего шанса. И все будет в порядке. Как происходит восстановление Александра Сарасова? Честно говоря, он восстанавливается в Москве на расстоянии от нас. Поэтому я думаю, что хорошо происходит. Ждем его с нетерпением. Спасибо. Удачи. Спасибо. До свидания. До свидания.